Массовые беспорядки в американском Портленде являются неприкрытым бунтом. Такое заявление сделали в местном отделении полиции. Протестующие изначально не были настроены на мирный протест. Имели при себе защитную экипировку, ножи и бутылки с зажигательной смесью. Во время стычек с полицией один из демонстрантов бросил горючую смесь себе же под ноги и загорелся. Все подробности у Егора Киселева. Толпа в панике и в первые секунды потушить одежду на человеке окружающие пытаются руками. Металлическим щитом не удается, ведь горит зажигательная смесь из разбившейся бутылки. Сбить пламя помогает только огнетушитель. К этой акции протеста против расовой дискриминации и полицейского насилия в городе Портленд манифестанты подготовились. Кроме плакатов с привычными лозунгами Black Lives Matter, многие взяли с собой петарды, ножи, надели защитную экипировку. В полицейских летели камни и бутылки. Те в ответ распылили слезоточивый газ. В итоге задержаны около 50 участников беспорядков. Разгонять толпу пришлось и в городе Рочестер. Там с пусковым крючком стала гибель Даниэла Пруда. Афроамериканец был задержан полицией в марте. По данным местной прессы, он без одежды бегал по улице в состоянии наркотического опьянения и кричал, что заражен коронавирусом. Прибывшие подрульные надели ему на голову мешок и прижали к асфальту. Пруд потерял сознание и умер в больнице через несколько дней. По итогам внутреннего расследования от службы отстранили сразу семерых полицейских. Но успокоить жителей в городе официальные заявления пока не помогают. И вот уже представители силовых структур заявили о том, что протест явно подогревается искусственно. У нас действительно есть данные, что были внешние агитаторы, которые приехали в Рочестер. У тех, кто хотел спровоцировать, с собой были стеклянные бутылки, бутылки с льдом, камни. Их бросали в полицейских. Видео погромов не оставило равнодушным Дональда Трампа. Он выложил кадры у себя в Твиттере, сопроводив подписью «связал мирные» в кавычках протесты и примирительную по отношению к митингующим риторику демократов. Своих конкурентов хозяин Белого дома клеймит почти ежедневно и по разным поводам. Массовая кампания по дезинформации проводится демократами, их партнерами, фальшивыми новостными СМИ и крупными технологическими компаниями. Они создают лживые истории, а затем продвигают их так, как никогда раньше, даже во время кампании 2016 года. Это угрожает нашей стране и должно прекратиться немедленно. Победа 2020. Трамп не уточнил, какую именно фейк-новость он имел в виду на этот раз, но твит был сделан после интервью Камалы Харрис на канале CNN. Кандидат в вице-президента США от демократов вновь говорил о России, якобы подарившей победу республиканцам. Для меня ясно, что Россия вмешивалась в выборы президента США в 2016 году. Я входила в Комитет по разведке Сената. Мы опубликовали подробный доклад о том, как именно, по нашему мнению, это произошло. Я считаю, что в выборах 2020 года будет иностранное вмешательство, и что Россия будет в первых рядах. По данным нового соцопроса, в предвыборной гонке разрыв между Джо Байденом и Дональдом Трампом увеличился до 10 пунктов. Демократа поддерживают почти все так называемые колеблющиеся штаты. На то, чтобы переломить ситуацию в свою пользу, у республиканца остается меньше двух месяцев. Егор Киселев, Павел Румянцев и Андрей Стрюков, ТВ-Центр.